Мы подошли к 37-му псалму. Это второй псалом из шестопсалмия. То есть мы его слышим ежедневно на каждом богослужении. «Господи, неяростью Твоей обличише меня, неежегневом Твоим накажешьше меня». Так оно более привычно для нас звучит, когда мы слышим его на богослужении. Этот псалом, как и многие другие, написал Давид, а заглавлен он в «Воспоминания о субботе». Это название можно понимать как указание на время богослужебного исполнения этого псалма, то есть в субботу. Но в большинстве толкований это название понимается в буквальном смысле слова. То есть суббота означает «покой», и таким образом нужно перевести в «Напоминание о покое». Само содержание 37-го псалма раскрывает, что речь идет о даровании внутреннего покоя, который потерял Давид после грехопадения. Покой этот приходит через покаяние, поэтому псалом имеет ярко выраженный покаянный характер. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Эти слова уже звучали в 6-м псалме, и тогда мы сознательно их пропустили, чтобы дать объяснение сегодня. Как Бог может гневаться, если главное свойство, которым Он характеризуется, это любовь? Откуда страсти взятся в божестве? Во-первых, вспомним понятие «антропоморфизм». Их мы часто встречаем в различной литературе, в том числе они присутствуют и в Священном Писании. Антропоморфизм – это выражения, которые присваивают Богу, духовным силам или неоживленным предметам человеческие свойства. Проще сказать, всему, не относящемуся к человеческой природе, к человеческой ипостаси, присваивают человеческое. Так, например, в литературе дождь может плакать, леса говорить, а в Писании Бог таким же образом имеет уши, глаза, руки, ноги, имеет чувства или качества, не свойственные божеству. И делается это с одной главной целью – приблизить к пониманию человека скрытые свойства и действия Господа. Вот как притча, которая духовная объясняет через бытовое, так и антропоморфизм делает доступным к пониманию человека божественные свойства. И вот мы четко должны понимать, что Бог, конечно же, не гневается, как и леса не может говорить, и дождь не может плакать. Однако через эти слова преподаются свойства Божии. В частности, гневом Божьим называют свойства, которые мы часто забываем. Господь не бывает бездейственным по отношению ко греху и злу. Вот именно это хочет сказать Давид, когда говорит о гневе и ярости Господу. Господь, конечно, милостивый, Он любит всех, и праведных, и грешных, но также может наказывать, в смысле учить человека. Что особенно важно помнить, Бог любит и милует грешников, но не принимает греха. Он не остается бездейственным по отношению к нему, то есть ко греху. Если закроет Он глаза на грех, то не потому, что не видит его, а потому, что человек сокрушается о грехе, то есть не по толерантности ко греху, а по своей милости грешнику и по причине его покаяния. А это совершенно иное, чем понятие толерантность, которое навязывается нам в современности как свойство Божие. У Бога нет толерантности. То есть Господь не имеет гнева, но при этом Он и не бездействует. Он принимает активное участие в жизни мира и человека в частности. Именно так Господь выгнал торгующих из храма, не гневаясь на них, но и не бездействуя. Нам же навязывается понимание о безгневии в смысле бездейственности перед грехом, как полное отсутствие реакции у человека, обколотого транквилизаторами. Это заблуждение. Вот такое бесстрастие в христианском понимании кардинально противоположно бесстрастию, например, в буддизме, под которым понимается отсутствие чувств, реакции и оценки всего внешнего. Человек, созданный по образу и подобию Божьему, также имеет в себе природную силу, побуждающую его не бездействовать перед грехом. Эту силу святые отцы называли раздражительной силой души. Изначально она дана человеку как иммунитет против греха. То есть призвана и днем, и ночью охранять человека, как наш иммунитет, сопротивляется вирусам и бактериям. Однако эта сила, заложенная Богом, после падения человека потеряла свое правильное действие. И вместо того, чтобы быть направленной против греха, против того, что отлучает человека от Бога, она стала работать против самого человека. Это и есть гнев. Можно сказать, что гнев – это иммунитет души, который с падением человека стал неправильно функционировать. Так, например, при аутоиммунном заболевании, вместо защиты организма от вредных вирусов и бактерий, иммунитет может убивать свои клетки, принимая их за врага. Таким образом, задача человека – не уничтожить силу гнева, но дать ей правильное, то есть первоначальное направление, заложенное Богом. Что же пройдет в обратном случае, то есть если мы эту силу гнева будем уничтожать? То же самое, что происходит, когда иммунитет перестает действовать вообще. Что случается в таких ситуациях, мы прекрасно знаем на примерах заболевания СПИДом. Кстати, изначально понятие толерантность происходит именно из области медицины и означает отсутствие реакции организма иммунитета на внешние раздражители, как на лекарственные препараты, так и на бактерии и вирусы. То есть толерантность, современные ее интерпретации бездействия – это, во-первых, абсолютно не свойство Господа, и, во-вторых, тем более недобродетель для христианина. Для души она сравнима с отсутствием иммунитета. Вернемся к 37-му псалму. Итак, Давид просит, чтобы не в ярости Господь его обличал и не в гневе его наказывал. Понимая, что Господь попускает ему наказание, он просит, чтобы все же оно совершилось в наиболее милостивой форме, так как возможно было бы ему понести. В это время как раз подготавливался мятеж его сыном Авесоломом. Царь Давид видит и слышит все происходящее, понимает, что вот-вот разразится буря, но, тем не менее, не останавливает происходящего. Он, как царь, конечно, имел силы предупредить восстание, выявить всех мятежников, наказать их и лишить их всех средств к мятежу. Однако из этого псалма мы видим, что Давид ничего не предпринял по одной простой причине. Во всем происходящем он ясно видел руку Божию. Давид смиряется и с покаянием отдает себя промыслу Божьему. Конечно, это не значит, что все ситуации в нашей жизни мы должны принимать бездейственно, не применяя никаких сил со своей стороны, вот как поступил Давид. Поступая так во всем, будет нерассудительно. Однако есть обстоятельства, которые нам не подвластны, в которых мы ясно видим руку Божию или, глядя на которые, мы ясно понимаем причину их возникновения и очистительную пользу для нас. Так вот, чтобы пройти эти периоды наиболее богоугодно и безболезненно, нужно, как Давид, отдать себя в руки Божьи. Отвратить свой взгляд от врагов, которые являются лишь инструментом в его руках, и обратить все внимание на покаяние и молитву. Нужно помнить, что скорби – это буря, а буря не стоит на месте. И если она неизбежна, то лучше стоять крепко на одном месте, чем бежать от нее. Так и поступил Давид. Буря, конечно, потрепала его хорошенько, но миновала, и он вновь вернулся на царский престол. А главное, его душа вновь соединилась с Господом и обрела покой, который он более всего искал. Редактор субтитров А.Семкин